Скажу вам честно, я никогда ни на других вебинарах так не волнуюсь, еще и супруг тут подслушивает. Поэтому, когда люди ездят на дорогих машинах, не нужно думать, что все воры. Ну, возможно, может быть, депутаты там или кто-то еще, я не знаю. А вот есть такая категория людей, которая просто называется средним классом или называется предпринимателями средней руки, так называемой. Да, мы заработали эти дорогие машины, да, мы на них ездили, мы заработали себе на своем. Я просто, правда, немножко волнуюсь почему-то. Ну, нужно сказать, что, я сейчас переверну сайт, естественно, мы работали, естественно, у нас были деньги. Нужно сказать, что мы занимались не только голым бизнесом, мы занимались и благотворительностью. Вот такая вот фото, я ее выложила, да, хотя я не люблю хвастаться регалиями какими-то. Ну, это наша награда супругам за, как это, я кто, на, бескорыстие, бескорыстие, да, наградили этой медалью. Это международный фонд, я, честно говоря, до сих пор не знаю, как эта медаль попала ко мне, как она меня нашла. Вот мы действительно занимались благотворительностью, мы поддерживали супругам детские дома, дома ребенка. Вот это маленькие детки еще, ну, в принципе, это возраст от дошкольного, ну, такой школьный возраст, там, где-то 6-7 лет и там до 4-5 класса примерно. Мы привозили, ну, знаете, мы деньгами не помогали, в принципе, мы помогали, вот мы привозили там фрукты, привозили, мы привозили какие-то там подарки наши, там у нас были, допустим, к 1 сентября мы там везли какие-то банты девчонкам, да, маленьким, потому что всем им хочется тоже быть принцессами, всем хочется быть красивым. А родителей, естественно, у них нету. Помогали какими-то вещами, даже устраивали акции. Ну, мы считали, что, знаете, как если ты зарабатываешь деньги, отдай десятину, называется, потому что, ну, есть люди, которым гораздо хуже. И, знаете, я ко взрослым людям не отношусь так, вот даже те люди, которые могут сидеть на переходе, потому что я знаю, что у некоторых это просто тупо бизнес. А вот маленькие дети, они ни в чем не виноваты, что они остались без родителей, поэтому мы сделали выбор именно в эту сторону. И мы, конечно, сами контролировали, мы на машине привозили, мы сами контролировали, кому это будет уйти, чтобы, честно говоря, наши все эти вещи не расходились по рукам воспитательницы. Ну, на самом деле это так, потому что, опять-таки, люди есть люди, да, я понимаю, что у них там дети есть, но, тем не менее, привозили мы именно этим деткам. Вот так мы жили, вот так мы работали, все это было у нас буквально до проекта. Да, десятина, я вам скажу про десятину, я сейчас тоже откладываю десятину. Вот так мы жили, вот такие мы частные предприниматели. Я действительно не умею вставать по будильнику в том плане, что, когда наемная работа, нужно вставать по будильнику. То есть на свой бизнес, на свою работу я умею вставать. Я вам скажу сейчас, я даже сейчас стою по будильнику, потому что, если мне не поставить будильник здесь, проект экспресс-карьера, да, дома, я могу проспать сутки. Вот, ну, могу проспать сутки, а потом работать неделю безостановочно. Так я тоже могу, но я могу себе позволить, да, вот. Но именно на наемную работу, когда мне нужно каждый день куда-то идти, куда-то пилять там, куда-то ехать, я так не могу. На свой бизнес, да, на кого-то, нет. Я не люблю выполнять глупые указания, это вообще не в моих правилах, то есть я терпеть не могу над собой начальство. Для меня это просто, знаете, вот это из того, может, борода, того, а не кто-то, но это когда возьми краску и покрась траву, называется, да. То есть когда я понимаю, что человек, ну, не блещет, скажем так, умом, но он начальник, и он что-то от меня хочет, дает какие-то указания, я просто, я начинаю просто, просто вставать на дыбы, я, ну, тут я непримиримо называю, понимаете, я уже там, там у меня не совладаешь уже со мной. Поэтому мы всегда работали сами на себя, я, честно скажу, я не приемлю наемный труд для меня, вот, извините, простите, те, кто еще на наемном труде, но это лично мое мнение, поскольку я рассказываю свой стиль жизни, для меня наемный труд, труд, это, я его называю узаконенное рабство, вот, извините, но это узаконенное рабство, потому что человек пашет, ведь я работаю точно так же, как и вы работаете на основной вашей работе, да, столько же часов, я могу себе, конечно, и больше работать, но я получаю столько, сколько я зарабатываю, сколько я хочу, и если я больше поработаю, я больше получу, а там ты выше своего этого зарплата, коэффициента, ты не прыгаешь, я так не умею, я умею жить только на доходы, я не умею жить на зарплату, не умею, вот, у меня это, это патологическое неумение жить на зарплату, еще у меня очень огромный страх, у меня до сих пор он присутствует, у меня огромный страх, я боюсь бедности, я ужасно боюсь бедности, и меня этот страх, для меня есть деструктивные страхи, да, которые могут поломать, а для меня этот страх, наоборот, который концентрирует меня, который заставляет и толкает и в спину, и в голову, и в одно место, и говорит, Иди, блин, поднимай свою «Ж» и иди работай, называется, работай на себя. Вот для меня этот страх, и я ему, честно говоря, благодарна, еще и называю его «жареный петух». Но жареный петух прошел, а вот страх этот все равно есть, но для меня он, наоборот, созидательный. Я точно знаю, что не тяжкий труд, а мысль и ход определяет мой доход. Это проверено просто на себе, потому что как мыслю, как делаю, так и живу. Да, то у меня и происходит в жизни на самом деле. Я, на дядю я не умею работать, я точно знаю, что все мечты сбываются, потому что я по жизни, я, наверное, с детства, я читала в детстве очень-очень много сказок. Я до сих пор их читаю, я до сих пор смотрю. Когда я работаю здесь в проекте, я включаю параллельно второй компьютер и смотрю сказки. Детские сказки, вот наши, там, Морозко, там, не знаю, про Иван Царевича и так далее, какие-то мультфильмы включаю, там, Мельницу, студию Мельницу. И я вот до сих пор обожаю сказки, честно скажу. Я их с удовольствием огромным смотрю, они у меня лейтмотивом могут просто идти. Вот я всегда знала, что мечты сбываются, что волшебство в жизни есть, что фея, она тоже есть, только я не могла понять, еще где эта фея, потому что в сказках на самом деле нам доносится истина, понимаете, глубинный смысл жития, бытия. И вот не зря я верила в эти сказки и волшебство и знала, что мечты, они сбываются. И я всегда знала, что все события, обстоятельства, они благоприятны, даже если кажется, что это не так. А эта фраза, наверное, знакома тем, кто знаком, на мой взгляд, с великолепным Вадимом Зеландом, потому что с Вадимом Зеландом мы живем уже вместе очень давно, то есть моя семья, да, с его книгами, с его аудиокнигами, его текстовыми книгами. Первый раз я познакомилась, яблоки падают в небо, и теперь я живу, и вот эти все высказывания у меня написаны, просто они по стенам развешаны, на холодильнике. И как я помню, был такой момент, когда моя мама пришла, и вот эта фраза, я точно знаю, что все события, обстоятельства, благоприятны, даже если не так, она висела у меня на холодильнике, магнитиком прилеплена, такой большой, а четвертый формат большими буквами. Подходишь к холодильнику, открываешь, там мышь, сдохла, закрылась, смотришь на фразу. Вот, я помню, как мама пришла ко мне в гости, приехала ко мне в гости и говорит, что ты повесила какую-то ерунду, выкинь эту фигню, что ты занимаешься, бог знает чем. Я ей говорила, мама, мысли формируют реальность, мама, мысли формируют реальность, но она в это не верила. Мама жутчайший такой прагматик, жутчайший реалист, вот, и вот она до сих пор не замечает, что то, что она думает, то и подтверждается. На самом деле происходит так, в ее основе мира так, а в моем так. Ну и еще вот такой маленький момент, который не давал мне покоя очень давно. Когда-то в 2009 году, если я не ошибаюсь, я совершенно случайно, тогда еще я смотрела телевизор, я уже давно не смотрю телевизор, снова тебе, господи, уже много лет, вот, в общем-то, с того же 2009, наверное, года и не смотрю. И когда у нас произошли события, которые начал валиться наш бизнес, да, и мой супруг, к сожалению, попал в больницу, была очень нехорошая ситуация. И я лежала отрешенно, включила какой-то канал и смотрела сваты. Как раз было именно вот эти сваты, которые, в которых была вот эта фраза, что я, к вашему сведению, Валентина Петровна, вот на этот дом, на компьютере натюкал. И вот эта фраза, она у меня прочно засела в голове. Естественно, что с моей работой, я, естественно, через компьютер, через интернет общалась с поставщиками, с теми же поляками, с теми же, с россиянами, с Украиной, там, потому что и с Одессой работали, и с Харьковом, ну, со всем, сами понимаете, торговля есть торговля. Вот, и поэтому, вот это, я как бы была, я любитель компьютера, мне очень нравится. И вообще, когда смотрела на интернет, на самом, да, я думала, неужели люди там просто сидят в интернете, ну, что там, неужели это просто огромная большая библиотека, где можно, как, знаете, большая советская энциклопедия. Ну, не верю я в это, не может столько людей просто праздно проводить там время. Наверняка там, если кто-то это сделал, значит, кто-то на этом зарабатывает. Почему я не могу работать с этим же? Вот этот вопрос меня просто не покидал. И, понимаете, для меня быть дома с семьей и вот так вот что-то делать, оно просто у меня, вот, знаете, оно засело мне. Просто вот, вот, как классный, хороший, смачный таракан, да, для меня лично. Он засел ко мне, не давал просто покоя. В какой-то момент, вот эта фраза была, но в какой-то момент времени наш бизнес еще продолжался. И вот в какой-то момент времени случилась вот такая ситуация. К сожалению, бизнес начал, как бы, лететь в тарары, потому что пошел кризис. Кризис шагал по планете, не только по Украине, не только по России. По планете он шагал, ну и, к сожалению, он пришагал и в наш бизнес на самом деле. Бизнес у нас был уже, как бы, хорошо стоял на ногах, уже мы так сильно развернулись, да. Мы, конечно, еще долгое время его держали, но понимали, что все это вымывается. И, знаете, на самом деле очень больно падать, когда, когда ты вот живешь, вот, как бы, хорошо. Это твой уже уклад жизни, да, то есть ты в себе не то, что ни в чем не отказываешь, но в отличие от других каких-то семей ты живешь хорошо, тебя считают обеспеченным человеком. И потом все начало просто резко падать, просто резко падать. Да, 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 вот, просто резко падать все начало. И вот, знаете, начало просто валиться. И вот этот страх бедности, он просто меня, он начал меня колбасить. Естественно, мы довели себя до не очень хорошего состояния на самом деле, потому что все валилось, валилась компания, сокращались сотрудники. Была масса неприятностей, были неприятные отношения с поставщиками, потому что у нас было две градации дебиторы и кредиторы, да, кто должен нам и кому должны мы. Это была, конечно, просто катастрофическая ситуация на самом деле. И в аварии мы попадали там как раз, потому что что-то происходило, да, в этом кризисе. То есть весь мир говорит, что что-то происходит не так на самом деле, нужно что-то было делать. И вот вы знаете, китайский иероглик кризиса, он на самом деле, вот что он обозначает, да, опасность или возможность. Он выглядит вот так. Ну что для того, кто что выберет, опасность или возможность. Вот я, наверное, не зря говорю, что кризис это какой-то повод задуматься о чем-то, да, пересмотреть какие-то свои кризисы не только в стране, не только потому что, ну, у меня валился мой бизнес, у меня что-то происходило, потому что сколько бы мы ни старались, знаешь, отдача идет большая, вкладываешь именно денег, вкладываешь тоже много, энергии еще больше, а что-то идет не так. Пока еще кризис шел, и пока мы еще были на плаву, конечно, мне мысль об интернете не давала покоя. И я, 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 у меня была самая первая мысль, я думала, что я, как говорят, поймала бога за бороду, да, у меня была первая мысль, это интернет-магазин, собственный интернет-магазин, и я начала просто штудировать все. Я научилась даже, скажите мне, на движке джунла делать сайты свои. Было мне такое, я даже сделала и даже гордилась собой. Вот, но потом, когда я начала вникать в подробности интернет-магазина, я посмотрела, сколько это стоит, сколько, какая платформа, что нужно на ней сделать, сколько это затрат. Я не профессионал в программировании совершенно, я не компьютерщик, я обычный пользователь, как и все, да, то есть, ну, на уровне пользователя. Может быть, где-то в чем-то лучше, но я никак не программист совершенно, потому что, скажу честно, HTML-коды, знаете, кто меня научил HTML-кодом? Алла Волкова. Это Алла Волкова, которая здесь сейчас на вебинаре, по-моему, она даже модерирует. Это Алла Волкова научила меня HTML-кодом. Не то, что она личная, а ее видеоуроки, которые я смотрела, чтобы разобраться, что это и куда это вставлять. Поэтому можете понять, что у меня не был такой супервысокий уровень. Я обычный пользователь, да, я быстро владею, но научилась уже всему потихоньку здесь в проекте «Экспресс-карьера». И, конечно, интернет-магазин у меня сидел в прочном голове, но когда я начала считать, у меня все начало разваливаться, потому что здесь был бизнес, это всегда, знаете что, это деньги во времени. Так вот, когда я начала это смотреть, деньги во времени, мы с мужем общались, переговаривались, пытались что-то там выяснить, да, и мы понимали, что это деньги во времени, и мы не понимали, когда будет отдача. Нужно было здесь и сейчас это делать. Потом я смотрела, что такое копирайт, потому что тоже как бы работа в интернете. Копирайт меня вообще просто погряз в уныние, потому что копирайт это, вот, я просто не понимала, что значит сидеть, делать какие-то уникальные тексты, за которые получаешь копейки. Это вообще какой-то ужас для меня был. Потом мне пришла конгениальная идея, что можно взять франшизу. Вот, я начала, конечно, идти искать все компании, которые занимаются франшизами, нашла, и, конечно, когда я увидела размер роялти, который нужно было, да, то есть оплатить, то я поняла, что все, короче, бизнес у нас здесь не получается. Слышно меня? Хорошо слышно? Нет, звук, он может на минутку пропадать, на секунду, и возвращается обратно, так бывает в комнате. Вот, поэтому каталог франшиз тоже мне не сделал спасения, я понимала. Потом мы отправились к так называемым хэтхангерами, это охотники за головами, да, потом мы начали обращаться, есть такая категория, называется бизнес-ангелы. На самом деле я искала, я искала не работу, работу я не искала, я искала тему. Я искала тему и дело, потому что мы с супругом, да, мы, ну, мы не работники, мы не наемные работники совершенно, и мы искали, и мы искали именно тему и именно дело. В нашей жизни просто не первый раз были какие-то темы, мы раскручивали пилотные проекты, да, мой супруг в частности, делали бизнес-планы, то есть, ну, все это, все это было в нашей жизни, были газонаполнительные станции, были, то есть, как бы, все это, все это было у нас, не буду там подробностей, они мало, наверное, кому интересны, вот, но тем не менее, как бы мы именно в хорошем смысле искатели тем, я лично была ориентирована на крутую денежную тему, вот другой фразы я не подберу, именно крутая денежная тема, я должна понимать, что у меня отсюда будет выход, то есть, да, то есть, приход ко мне пойдет, выхлоп будет. В какой-то момент времени мой супруг увлекся в хорошем смысле, это не был как вид заработка, ни в коем случае, он просто увлекся Форексом, почему? Ну, кстати, Форекс принес намного позитивных моментов в том плане, нет, мы ничего не заработали на Форексе, совершенно более того, мы поставили там сколько-то долларов, и мужественно их про, как это, отдали, короче, вот, сколько там их было, стоили 300 долларов, я уже не помню, да, ты помнишь, я не помню, вот, ну, мы это прекрасно понимали, но тем не менее, Форекс дал, это как раз-таки для моего супруга было отдушено, потому что мой супруг, он математик, он такой, он логик у меня большой, знаете, мне не нужно носить с собой, там, калькулятор или, там, еще проценты высчитывать, у меня, если что, супруг рядом, но если нет, то я, конечно, сама все посчитаю. Тысячу? Да ты что? Боже, какие мы сумасшедшие. Вот, вот, смотрите, мы зашли в бизнес какой-то, сделаем, вот, ты что, я думала меньше, мы зашли в бизнес тысячей, тысяча долларов, ребят, вход в бизнес тысяча долларов, и ее просто, на ветер пустить эти деньги называется, вот вам и вход в бизнес, тысяча долларов, потому что с меньшими деньгами нельзя было заходить, потому что тогда не будет того эффекта, скажем так, о боже, я даже и не помнила, это ты помнишь, вот, но тем не менее, Форекс дал какие-то свои результаты, потому что мой супруг научился каким-то для себя интересным вещам, его это захватило, сам этот Форекс, да, вот эти тренды все, вот эти вот кривые, то есть, что происходит, как это все движется, вот эти котировки и так далее, и я, нужно сказать, что это сыграло свою какую-то роль уже в нашей работе здесь, в проекте «Экспресс-карьера» на самом деле, потому что до сих пор, когда растут наши структуры, растут наши веточки, мы смотрим за движением нашего тренда, то есть, тренд как растут наши веточки, и мы смотрим, он будет нисходящий, восходящий, и что нужно при этом сделать, да, то есть, какой-то опыт у нас вот такой вот приобрелся, вот так вот до проекта, когда наша компания уже гибла, когда бизнес летел в тартарары, и я вот некоторое время искала, что же найти, что же найти, но я ничего не могла найти, ребята, я перерыла весь интернет, я перерыла весь интернет, это заняло у меня, наверное, порядка, я, я не знаю, наверное, в течение года я занималась всей этой темой, поиском того, чтобы, что уж чем заняться, потому что даже интернет-магазин, когда идея была вроде и хорошая, но чем я буду торговать, где я буду брать товар, что и как, вопросов было больше, чем ответов, больше, чем ответов, то есть, я не могла найти пути решения, просто не могла. И вот знаете, я вот, есть такое выражение на самом деле, когда человеку кажется, что все идет наперекосяк, а в нашей жизни именно так все пошло, ну вот просто пошло наперекосяк, потому что и бизнес свалился, и тему найти не можем, и друзья, партнеры, друзья отвернулись, партнеры, партнеры ушли, дебиторы не отдают деньги, кредиторы требуют с нас денег, то есть, в общем, знаете, начался такой бедлам, такой бардак, здоровье подорвано, супругу, увы, в больницу попал, то есть, как бы, и тоже был на очень таком серьезном, ну, на грани, в общем, был, если бы мы его вовремя не привезли, это мне сказал сам доктор, да, то могло бы произойти непоправимое, к сожалению. И я помню, когда я осталась сама дома, и я просто сижу, плачу, безысходности, и дома тут ребенок сидит и уроки делает, и я не понимаю, что мне делать, потому что я уже устала, и мне нужно и к нему в больницу ехать, и на офис идти, и тут двери выламывают, и телефоны разрываются, то есть, было на самом деле очень страшно, и просто страшно, и мы еще попали в аварию, и в аварию мы попали три раза за год, да, за один год, и я понимала, что нам о чем-то говорит мир, что-то нам вещает, но я не могла понять, что делать, понимаете, вот что делать, я не могла понять, и последняя капля была, это, по-моему, последняя наша авария, по-моему, была, это ровно 19 августа, то есть на Спаса, и я сказала просто, это знак, это уже нам просто во все трубы трубят, просто нам трубят во все трубы, ребята, остановитесь, нужно что-то делать, нужно выруливать ситуацию, потому что, ну, в такой большой праздник, и в аварию, тем более, почти на ровной, на пустой дороге практически, это, ну, нонсенс какой-то был, вот, и вот действительно, когда все идет наперекосяк, это значит, что в его жизнь пытается войти что-то чудесное, так сказал Далай-Лама, и вот, знаете, когда ты открываешь себя, вот, когда ты не, да, это нас учат ангелы, они сначала учат словами, да, если они не слышат, вы, наверное, читали эту историю, потом они начинают учить делами, и уже не очень, как бы, вкусно это получается, потом становится больно на самом деле, нужно уметь читать знаки, а самое главное, нужно слушать себя, свою душу и свой мир, не логику свою глупую, а душу слушать нужно, а вот когда душа и разум будут в единстве, тогда единственное правильное решение, так вот, действительно, нужно открыть себя жизни, вот тогда жизнь заиграет всеми красками, да, и чудо не заставит себя долго ждать, и вот в какой-то момент времени все эти мои бесплодные, совершенно бесплодные поиски, которые, честно говоря, руки опускались во всем, потому что деньги вымывались катастрофически, более того, их уже не было, есть такой маленький момент, когда приходилось, извините уж за открытое признание, обращаться за помощью к родителям, вот, было и такое у нас, увы, 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 ну, это я рассказала только маленькую тулику, потому что я очень не люблю вспоминать жизнь до проекта в экспресс-карьере, на самом деле, честно не люблю, вот то все, что было до проекта, мне очень тяжело дается вспоминать, поэтому я не люблю немножечко, вот, вести этот вебинар, хотя это нужно рассказывать по одной простой причине, потому что наверняка есть люди, возможно, что-то они услышат свое, возможно, знаете, у каждого горя свое кажется самое большое на самом деле, но если хоть какой-то снова зацепят, скажут, так у меня тоже так, и знаете, и, наверное, стоит того, чтобы просто рассказать об этом. И вот какой-то момент времени, когда действительно уже опускались руки, уже как-то машины были проданы на самом деле, все было продано, пытались раздавать долги, да, кредиторы ломали в двери, все, короче, шло так-сяк-наперекосяк, какой-то момент времени, чудо начало проходить, я, наверное, начала приходить, я начала слушать сама себя и свою душу на самом деле. Вот в какой-то момент времени в моей жизни совершенно случайно, где-то на просторах интернета, появился такая небольшая такая фраза, называется она «Знакомительная рассылка проекта экспресс-карьера». Там писала Аня Черна. Потом я попала на какой-то сайт, тогда я не знала, кто такая Черна, разумеется, вот, я просто начала читать. Единственное, что, думаю, у меня когда-то была мысль из серии, когда я искала работу, думаю, может, какой-нибудь там сетевой попробовать, этот Ариф Лейн, там, этот, или Эйван, или прочее, но я не сетевик до мозга костей, я не умею продавать, я ничего этого не умею и не хочу этого делать, поэтому просто для меня эта тема отпала, как дурацкая, просто как дурацкая. Я увидела эту «Знакомительную рассылку», попала на какой-то сайт, уж не помню уже, сейчас как он назывался, это один из первых сайтов, там были Аня Черна, там была Нина Копол, и кто-то еще из девчонок, к сожалению, уже сейчас не помню кто. Я читала их истории, у Копол написано было, что она юрист. Вот, я так думаю, ага, значит, юрист, хорошо. Хорошо, что меня как бы зацепило, то, что это, во-первых, это в интернете, это то, что меня зацепило, во-вторых, без продаж. Ну, я из серии, знаете, как подумала, ага, без продаж, ну, знаете, это так сейчас написали, без продаж, потом будет какой-нибудь подвох. Естественно, что у меня тоже такие тараканы, как и у всех, кто приходит в проект или думает еще идти или не идти, да, вот, но я подумала про себя, а чем я, собственно, рискую, чем я рискую? Я ничем не рискую, я ничем не рискую, Я просто думаю, даже если мне что-то там не понравится, я в интернете, мне по барабану, я отморозилась и все. Вот у меня были, вот честно, это мои слова были. Заставят меня продавать, я скажу, не имейте права, а я все-таки юрист, да. Вот когда будет договор официальный, вот тогда мы будем с вами разговаривать. А так через суд, тем более, что я уже за последние годы привыкла общаться через суды со всеми. Вот у нас с супругом, и мы уже такие юристы матерые с ним стали за это время. Вот, поэтому я как бы спокойно отнеслась, но у меня купило то, что это именно в интернете что-то, что-то в интернете. И даже жизнь заставляет быть грамотным, жизнь заставляет быть грамотным, и ты становишься и юристом, и экономистом, и кем хочешь. Если ты хочешь жить, то ты им станешь. Если нужно себя защищать и любить в первую очередь, поэтому и становишься грамотным в тех вопросах, которые. Так вот, попался этот проект, я увидела экспресс, скажите мне, я потом еще начала набирать в гугле, естественно, я много прочитала. Мне успокоило то, что черная из Днепропетровска. Вот, думаю, ага, черная из Днепропетровска, если что, я к ней приеду и скажу, что ж ты черная мне, это самое, так вот, говорила, что вот так, а на самом деле вот так. Думаю, приеду и все, я в глаза скажу. Вот, примерно такие у меня речи в моей голове, думаю, так, черная из Днепропетровска, никуда она от меня, если что, не денется, да, ну, как-то вот так, думаю, ага, и купол я найду, всех найду, если это какая-то афера. Ну, честно, я вот такие были какие-то, это я сама себя успокаивала, наверное, вот, Киев. Вот, поэтому как-то я спокойно к этому отнеслась, думаю, продавать мне все равно никто не заставит. И потом я начала искать какую-то еще информацию, еще читать, и я начала втягиваться, я начала разбираться, и как раз была ознакомительная рассылка, я помню, это было примерно полвторого, наверное, ночи, где-то так, и я подписалась на эту ознакомительную рассылку, там было пять писем. Ребят, я вам скажу честно, я этих пять писем, а они приходили раз в сутки, если вы знаете, вот, по рассылке, я вот каждое письмо, я прям не могла дождаться уже, потому что еще, еще не подписавшись на рассылку, я уже понимала, что я здесь буду. Я просто понимала, что я здесь буду. И я каждое письмо, вот этих пять дней, я просто ждала, а оно, как назло, приходит только в полвторого ночи, понимаете. Я просто ждала для того, чтобы мне еще, 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 еще больше информации было, понимаете. И я уже поняла, что меня уже не остановить. Знаете, я решила, я поняла для себя, что кажется, это оно. Вот когда ты открыт жизни, вот тогда в твою жизнь входит чудо. Вот когда у тебя шло наперекосяк, вот в твоей жизни появляется нечто чудесное. Вот так вот в моей жизни, до того, как я прочитала Арифлейн, да, вот так я знала. Вот это тоже, что большинство знает. Я знала об Арифлейн, пожалуйста, вот там вот эти все стойки, там анкеты, там эти каталоги. Девочки вот бесконечно у меня тут по улице бегают, да, там где-то в центре. Идешь там, а вот каталог, а вот не хотите. И я думаю, да ну нет, фигня, я таким не буду. И я купилась, честно, я купилась на то, что работать только через интернет и нету продаж. Думаю, ну думаю, я тогда еще не понимала, что там, ну было про потребление написано. Думаю, да ладно, ну что-нибудь. Вот, но дело в том, что еще, как бы мне все равно нужно было что-то покупать, потому что я как нормальная женщина всякая, да, я пользовалась какими-то брасматиками, губными помадами, всем остальным, это нормально. И в моем бизнесе, да, тот, который был до проекта, мы тоже торговали какой-то определенной косметикой. Какой-то определенной косметикой. Естественно, где я брала свой товар, как вы считаете? Я брала где свой товар? У себя на складе, конечно. То есть мне нужен был брасматик, я брала его у себя. Правильно, я же не пойду в чужой магазин покупать. Нет, конечно. То есть мне нужно был какой-то парфюм, я его себя брала. Мне нужно было пойти к кому-то на день рождения, как вы думаете, где я брала товар. Ну, конечно, у себя на складе, правильно, на своей фирме. Там сумку тоже, или ремень там какой-то, или парфюм и так далее. То есть я, естественно, что брала это у себя. Поэтому это было, как бы для меня эти товары были, ну, привычные, что ли, по-своему. Не такой ассортимент, он отличается, но очень, очень даже похоже. А об Арифлэм я знала все то же, что знает большинство людей. То, что многим не нравится. Я просто не представляю себя, и сейчас я вижу этих людей, которые стоят с этими. Не просто стойками, а столики стоят. Даже не фирменные, а просто столики. И там у них стоит и Айвен, и Арифлэм, и они там торгуют, что-то записывают и так далее. Я это вижу вот своими глазами, пожалуйста. Ну, друзья мои, как бы, когда я почитала всю эту рассылку, когда я уже, я уже понимала, при первом, когда начала искать информацию, я уже поняла, что я здесь буду. Я поняла, что это мое. Попробовать стоит, потому что нужно, знаете, вот когда тебе идет, когда ты закрываешься от возможностей, возможности перестают тебе приходить. Они приходят все меньше и меньше. И вот я сделала неправильный шаг. Я, вот знаете, когда была в своем бизнесе, я закрылась от возможностей, и все. Я просто закрылась от возможностей. А потом я начала принимать, думаю, ну если так ко мне стучится, нужно принять, посмотреть, разобраться, что там. А потом уже отказывайся. Ты сначала разберись в сути вопроса. За что платят, почему, откуда деньги. Разберись, что здесь. И вот так вот, мне купило то, что мы только в интернете, что это только компьютер. Компьютер я обожаю. Я просто обожаю работать за компьютером. Ну, для меня это нормально. Я современный человек. Но мы же работаем с модных телефонов, там, с телефоном звоним и так далее. То есть современные, мы катаемся на современных машинах. И для меня компьютер, это, знаете, как часть жизни моей. Это для меня нормально. Дома, дома я вообще хотела. Это моя мечта работать дома. Дома, никакие офисы, никакие фирмы, просто дома. Чашечка ароматного кофе. Вот стоит у меня кофе с молоком, еще не допила. Вот, без отрыва от дома. Режим какой-то твой. То есть вот такие фразы, которые, наверное, вы видели все. Вот это, думаю, я попробую. Вот попробую, разберусь, а дальше будет видно. Более того, друзья мои, мне все равно, знаете, как и каждой любой женщине, мне все равно нужно было что-то покупать. Я тогда не знала, что могут терминировать, не могут терминировать. Я-то все равно ничего не понимала тогда. Я была далека от всех этих каких-то умностей, знаете, терминологии Арифлейм, компаний, проекта и так далее. Вот, поэтому я решила, если я куплю брасматик, я вот специально нашла, нашла этот брасматик и нашла свою первую накладную. Вот она, моя первая накладная, потому что я точно помню, что мой бизнес здесь, мой успех в проекте Экспресс Карьера начался с вот этого брасматика. Вот он сам, вот эта гипер, эта тушь длинная. Вот она, я тогда хотела ее купить, я помню, что у меня была цена 23 гривны. Вот я нашла накладную, вот, пожалуйста, со скидкой она 20 гривен она стоит. Вот нашла я эту тушь специально. Я просто купила себе тушь, ребят, и стала обеспеченной бизнес-леди. Вот так начался мой бизнес. Вот она работа в интернете. Вот она возможность. С одной туши, которую мне бы все равно нужно было покупать, но пошла бы я ее купила где-то в другом магазине. Мне даже страшно представить, что это бы тушь я купила где-то в другом месте. У меня бы не было этого проекта, не было этого бизнеса. Представляете? Мне даже страшно об этом подумать. Я специально буквально вчера сидела и нашла накладную эту. И вот она, именно уже сейчас я не вижу там на сайте, там немножко другой формат, но именно вот эту тушь. У меня даже этот клакончик есть с собой, он уже там потрепанный, высохший, но я его берегу, потому что это моя тушь, с которой все началось. Благодаря этой туши я стала обеспеченной бизнес-леди. И сейчас имею вот такие доходы, вот такие доходы, всего лишь из-за покупки одной туши. Вот он мой доход, это один из моих последних доходов. Вот один из последних, уже был еще один. А 3 сентября, вот он мой приход за 11 каталог, за 21 день работы в проекте, потому что мы получаем зарплату каждые 3 недели. Это мой личный доход, мой приход тут без супруга. 80 тысяч гривен, вот он в переводе по курсу. Это буквально вот 3 сентября, начало осени. Вот мои доходы. И началось все с одной туши. Просто я, как женщина, купила себе тушь. Я позволила себе жить шикарно, позволила себе жить роскошно. И вот это моя прихода. Скажите, стоит это ради того, чтобы начать это сделать? Это стоит вот ради вот этих приходов, доходов? Да, конечно, стоит. Тогда я не знала, что нужно покупать, не нужно. Я и так понимала, но если я пришла в Арифлейн, значит, что-то нужно покупать. Я посмотрела, что есть в каталоге. А, ну, есть какие-то интересные вещички. Думаю, ну почему нет, я же все равно буду покупать. Я своему супругу сказала, слушай, говорю, знаешь, я нашла потрясающую, говорю, небезынтересную темку, говорю, может тебе понравится. Он говорит, что именно? Говорю, да ты знаешь же, говорю, Арифлейн. А он, а, Арифлейн, ну, он тоже, знаешь, такой Арифлейн, как и все до проекта, да? То есть, а что там, продавать что-нибудь нужно? Я говорю, ты знаешь же, говорю, нет, не нужно, говорю, вот в интернете. Ну, ладно, говорит, ну, а покупать что-нибудь нужно? Я говорю, ну, типа ж, да, говорю, для себя покупать нужно. Нет, ну, подожди, говорит, ну, вложения же все равно какие-то есть. Я говорю, ну, как вложения? Ну, тушь себе вот, может, куплю. Он говорит, ну, подожди, ну, ты же хотела себе тушь купить? Я как раз перед этим хотела купить туши, представьте себе, я ее не покупала по какой-то причине, не знаю почему, вот просто не покупала, хотя могла уже сто раз ее купить. У меня до проекта были туши какие, Maybelline, там эти Max Factor, да, что еще, Bourjois, мой любимый, да, вот это вот мои любимые были в Росматике, вот их я покупала, Bourjois мне в последнее время очень нравился, там был коричневый, черный, вот я его покупала. И здесь меня что-то сдерживало, я не покупала эту тушь совершенно, просто не покупала. И вот, пожалуйста, вот она покупка туши, просто изменила мою жизнь, я не знаю, в корне, в кубе, в квадратах, в чем там еще, в каких еще параметрах. Вот так вот, понимаете, банальная покупка, просто, казалось бы, того, что тебе нужно для себя, для дома, для семьи на самом деле. Потому что, друзья мои, весь бизнес начинается и построен всего лишь на одном простом и единственном. Все мы с вами потребители и покупатели, все и всегда, все женщины, все мужчины, все пользуются вот этим всем. Вот это все товары компании Арифлейм, все вот это, и сковородка, и кастрюля, и термос, и планшеты, ноутбук, и головные уборы, и летние, и зимние, и чашки, и косметика, и парфюмерия, и средства ухода за собой, и гигиены, да, и зубные щетки, и пасты, и гели. Это все в Арифлейме, ребята, это все в Арифлейме, и мы все с вами, вот все, нет таких людей, которые не потребители, просто их нету. Вот все потребляют, вот нужно, пошел, купил, нужно, пошел, купил, все. Вот знаете, как, ну то, что хочешь ты или не хочешь, просто мы с вами потребители, по-другому никак. Я ничего не потеряла, я точно так же у меня эти зонтики, эти сумочки, да ну и бог с ним, что я не купила ту сумочку, которая там на рынке. Зато я купила здесь, в своем собственном магазине от компании, мои же деньги упали мне на мой номер. Они мне сделали товарооборот. Для вас принципиально, какой торговая марка, каким брендом вы пользуетесь, мойте голову или руки? Я думаю, что нет. Для меня тоже было не принципиально, что тушь, да, брасматик этот, ну извините, не буржуа. Хорошо, он будет Арифлейм, мне не принципиально, но если я на своих покупках буду еще и зарабатывать, так может стоит попробовать? И я попробовала, я просто попробовала, и вот вам результат. Просто одна тушь изменила мою жизнь в корне, просто в корне. Вот, пожалуйста, вот обычные покупки в обычном магазине. Все это все миллионы раз видели, сотни раз видели, миллионы раз видели. Любая женщина, любая домохозяйка, все заходили в эти магазины. Скажите, пожалуйста, хоть одна фирма, хоть один бренд вам заплатил за то, что вы покупаете именно его шампунь или его мыло, или его крем и так далее. Нет, не покупает. Нет, не покупает. Вернее, не покупает, не оплачивает вам. Он не оплачивает вам деньги за это. Вы покупаете, вы тратите деньги, вы кормите хозяев магазина, вы кормите персонал магазина, вы отдаете деньги именно туда, в тот бренд, потому что там, да, вот. Но вам за это, ну, знаете, ни холодно, ни жарко. Вот, когда вы моетесь, знаете, друзья мои, вот мне напоминает очень, знаете, как это, такую картину, когда покупаешь, там, какой-нибудь шампунь, не Арифлейм. Вот ты стоишь и моешься, мылишься, и ты понимаешь, что твои деньги просто стекают в канализационную трубу, просто. Вот все твои деньги, вот ты купил, а потом пошел на рынок и опять купил, и опять в канализацию, и все это благополучно смыли. Вот так утекают деньги. Это же безумство на самом деле. И если есть возможность сделать по-другому, почему нет, войну, как говорят у них в Америке. Вот те же покупки, только в вашем уже, как мы говорим, в нашем волшебном магазине от Арифлейм. Вот, пожалуйста, те же шампуни, те же гели, те же крема, все тоже. Только теперь эти деньги, которые вы тратите, вы, оно все проходит через ваш номер консультанта, если вы уже зарегистрированы. Все это проходит, и у вас фиксируется на номере. Вы получаете здесь акции, вы получаете здесь скидки, у вас экономия бюджета просто потрясающая. Откуда деньги? Да все очень просто. Личное потребление. Личное потребление за счет этого создания товарооборота компании, за которое компания и платит нам процент. Какая фирма вам заплатила за потребление личное? Да никакая. А этими товарами пользуются все всегда регулярно и постоянно товары личного повседневного пользования и средства личной гигиены. И это супер вообще. Об этом только мечтать можно было, просто мечтать. Скажите, мои друзья, для вас как-то вот есть что такое необычное в том, что люди делают покупки через интернет? Для вас это миф или реальность? Ну, конечно же, это реальность, скажут все, да? Это же реальность покупать через интернет. Что у нас покупают через интернет? Напишите, пожалуйста, что вы знаете, что покупают через интернет? Какие товары? Что покупают? Бытовую технику покупают? Покупают. Всякие там гаджеты, мобильные, планшеты покупают. Продукты покупают, заказы делают. Одежду покупают, косметику покупают, парфюмерию покупают. Да все покупают, просто все покупают. Одежда, билеты заказывают, все верно. Я, кстати, тоже всегда покупала билеты онлайн и до сих пор покупаю билеты онлайн. Я только прихожу их уже на вокзале забираю, всегда билеты покупаю онлайн, кстати. Спасибо, что напомнили об этой теме. Я тоже покупаю вот так. Да все покупают, абсолютно. Все. Это уже не миф, это реальность. И для тех людей, которые живут в каких-то там отдаленных населенных пунктах, да, куда, ну, сложно, наверное, там какие-то супермаркеты и прочие бутики, это наоборот, ну, это действительно очень выгодно для таких людей. Да, наши бы бабушки, наверное, подумали, что это такое, ей проще в сельпо пойти, сходить и купить там хлеб-то, консервы, правильно? Но здесь уже мы современные люди, есть современные технологии, новый 21-й информационный век. Так берите и пользуйтесь всеми благами, которые он дает. Если они есть, значит, ими нужно пользоваться. А если есть возможность зарабатывать, так нужно и зарабатывать при этом, друзья мои. А в Арифлейм более 2000 наименований товара. Более 2000 наименований, пожалуйста, все в вашей душе угодно. На любой карман, на любой кошелек, любая ценовая категория. Покупайте, как вам нравится. Что нравится? Для себя, для дома, для семьи. Имейте полное право. Закончилась паста? Купили. Закончился шампунь? Купили. Пожалуйста, имейте право. Детские товары есть, взрослые товары есть, подростковые есть, для мужчин есть, одежда есть, посуда есть, аксессуары есть, уходовые средства. Все есть. Все просто есть, понимаете? Мы просто с вами что делаем? Вот так мы с вами организовываем товарооборот с помощью интернета. Просто с помощью интернета мы приглашаем людей, которые тоже захотят зарабатывать. Мы все с вами делаем эти покупки. И вы делаете, и они, и следующие, и следующие. И все, кто приходят, являются кто? Организатором товарооборота, за который компания вам и платит деньги. То есть создайте вот эту очередь, организуйте ее. Ну, это такая виртуальная очередь. Никто не будет в ней стоять. Люди будут просто покупать то, что им нужно для себя, для дома, для семьи. Как угодно, сколько угодно, на какую угодно сумму. Пожалуйста, пожалуйста, не забывайте, что скидки в Арифлейм 20% от цен каталога. Вам в каком-нибудь магазине дали сразу со старта скидка 20%? Нет. Вам не дали скидку 20%. Вы для того, чтобы вам зайти в магазин, вам дали скидку хотя бы 5%, но максимум 10%. Вам нужно сначала зайти туда, там должна быть какая-то акция, и вы должны набрать какой-то товар на какое-то количество, только потом вам дадут, может быть, скидку. А здесь, пожалуйста, только вы получили номер, все, сразу. Со старта у вас 20% скидки от цен каталога. Это уже экономия вашего бюджета. Научитесь рационально делать покупки, учитесь культуре потребления. И на этом можно зарабатывать, не выходя из дома. Одним щелчком мыши нажал, и все, и заработал. Что такое Арифлейм? Арифлейм – это выгодно, это время, это деньги, это хорошее настроение. Вы экономите время, вы не стоите в очередях, в супермаркетах, в каких-то там торговых центрах, рынках и так далее. Экономия очень существенна, и, естественно, хорошее настроение. Я лично балдею, извините за слово, валяться на диване, листать каталог и делать свои заказы. И я очень не люблю толкаться по каким-то безумным очередям, каким-то там рынкам и так далее. Кто-то сумку подрежет, кто-то кошелек сопрет, и просто я потом устаю очень от этого какафонии, которая там звучит. Я просто устаю. Я иногда хожу так чисто прогуляться в торговые центры, потому что они большие, у них там можно в кафе посидеть, там Wi-Fi зоны есть, да, то есть можно как бы расслабиться. А так я могу посмотреть на какие-то бутики, там, где какие-то брендовые вещи, может быть, что-то мне интересно, да, просто поглазеть на самом деле. Но не ходить вот это в очереди, там, безумно толпиться. Все свои покупки я делаю здесь, просто в Арифлейм, просто одним нажатием клавиши Enter. Все, шоппинг, клавиша шоппинг. Какие конкретные действия, что мы делаем, как мы работаем здесь в компании нашей, в нашем проекте. Все очень просто на самом деле. Мы пользуемся продукцией, мы просто меняем тот старый обычный магазин, где вы тратите деньги, где они уходят в вас и просто улетают на ветер. Мы меняем на свой магазин здесь от Арифлейм, от компании, потому что весь товарооборот, все денежные средства проходят через ваш номер, через ваш номер консультанта. Ваш номер консультанта – это золотой ключик к вашему успеху, это ваш паспорт в компании, это ваш документ в компании. И именно на него начисляются все доходы ваши. Дальше мы просто приглашаем людей, которые тоже хотят работать и зарабатывать на своих покупках, то есть дублицируют ваши действия и обучаются. Обучение – это очень важно. Мы здесь в компании, вернее в проекте, мы всех людей, кто к нам приходит, кто хочет. У кого там гипноз уже идет? Вот, ну вроде маятник еще не качается, еще нормально все, можно жить. Вот, и здесь как бы у нас есть обучение, пожалуйста. Обучение у нас потрясающее, просто потрясающее. То есть вы приглашаете таких же, как вы. Простое повторение действий, ничего сложного не будет. Все покупатели от самого рождения до самых крайних дней, да? Все просто покупатели. Как приглашать людей через интернет? Да все очень просто. Все очень просто. Вы пришли на вебинар, вы откуда-то узнали эту информацию? Откуда-то узнали? Откуда? Как минимум через интернет вы узнали, правда же? Никто вам не прислал письмо, там ваш почтовый ящик именно такой обычный, да, который у вас там возле квартиры, правда же? Господи, Кристина, не пугай меня. Вот. Никто вам там не позвонил по телефону, вы нашли информацию в интернете, правда же, она к вам как-то где-то пришла. Вот так же вы будете приглашать через интернет, и мы вас этому обучим. У нас есть обучение. Обучение у нас совершенно доступное. И совершенно, я здесь не сделала ошибки, это действительно так, безоплатно. То есть вы не будете платить за обучение, пожалуйста, мы открыты для всех, кто у нас в проекте, кто с нами, кто зарегистрирован. Пожалуйста, учитесь на здоровье. У нас проходят вебинары в режиме онлайн, вот так как мы сейчас с вами здесь находимся, да, вот так вот спикер вещает, рассказывает, там, что нужно сделать, как нужно сделать и так далее. Удобное для вас время, вы можете выбирать любой формат обучения, можете текстовый формат, можете видео, можете в записи смотреть. Удобное для вас время, пожалуйста, у нас минимум три вебинара проходит в день, минимум три. Можете это все в записи глянуть потом, пожалуйста. У нас разный формат обучения, как вам лучше, как вам доходчивее для вас. У нас действительно лучшие спикеры с великолепным опытом. А кто такие спикеры, вы знаете, кто они? Да это самые обычные девчонки, которые пришли в наш проект, которые зарегистрировались, которые уже прошли какой-то свой путь и хотят вам донести свой опыт, свои знания, научить вас, как правильно работать, чтобы не делать своих ошибок, чтобы вам было проще. Когда Анна Черна, организатор проекта, начинала этот проект, у нее тогда не было таких учителей, у нее не было такого обучения, у нее не было таких рассылок. Сейчас для тех, кто приходит в проект, есть абсолютно все. Пожалуйста, берите и учитесь. Мы готовы помочь вам 24 часа в сутки. Учитесь на здоровье. Чем этот проект замечательен? Что в этом проекте прекрасно, в этой работе? Чем хороша? Не люблю свою работу, но все равно принято так называть. Нет привязки к месту. Ребят, какая разница, из какой вы страны? Какая разница, сколько у вас сейчас время? Бельгия? Здравствуйте. Кипр? Здравствуйте. Украина? И вам привет. Россия? Белоруссия? Казахстан? Кто еще здесь? Молдова? Всем вам привет. Вот мы разные страны. Нет привязки ко времени. Вам не нужно собираться в каком-то одном офисе, куда-то идти. Все, включил компьютер, ты уже в интернете. Ты уже в интернете, ты уже на своей работе занимаешься своим любимым делом, да? Своим любимым делом. Вы сами себе определяете ваш график работы. Там, когда вы работаете? Днем, ночью? Может быть, несколько часов в день? Может быть, раз в неделю? Вы сами себе начальник. Только единственное, что нужно работать. Вот халявы здесь не будет. Не будет халявы, потому что такая же работа, как и у всех остальных. Здесь просто нужно работать. Вы сами себе начальник. И, знаете, здесь самое важное, основное – это самодисциплина. Самодисциплина. Потому что не будет вас никакой ваш спонсор, который информационный вам толкать, не будет вам звонить и вставать, давай, иди работай. Нет. Вас будет толкать только ваша совесть на самом деле. И ваш энтузиазм, и ваша цель. Есть ли у вас цель или нет, то это уже решать вам на самом деле. У меня моя цель есть, разумеется. Почему вот наш проект, да, почему мы работаем на базе Арифлейм? Почему люди, которые сюда приходят, выбрали Арифлейм? Потому что это легальный и прозрачный бизнес. Потому что здесь нет финансовых вложений. Скажите, пожалуйста, вот та моя тушь за 20 гривен, которую я вам показывала, это финансовое вложение? Ответьте, пожалуйста, да, финансовое или нет, это не финансовое вложение? Нет, это не финансовое вложение. Это просто моя покупка. Я просто купила то, что мне было нужно. И открыла тем самым путь к своим миллионам на самом деле, к своему бизнесу. Скажите, пожалуйста, вы вот в чате видели, мой супруг написал, вот та тысяча долларов, которую он положил на Форекс, это вложение или это не вложение? Да, вложение, нет, не вложение. Тысяча долларов. Это вложение? Да, это вложение. Он ничего себе не приобрел, никакой товар. Он просто вложил куда-то деньги и, более того, мы их все как бы профукали на самом деле. Нам ничего от них не возвратилось и не пришло. Да, это вложение, все верно. Да, тысяча долларов не маленькая сумма, безусловно. Конечно. Да, это вложение. Здесь требуют вложиться 100 долларов, 300 долларов, 500, 200, нет, вы покупаете то, что вам нужно для себя, для дома, для семьи. Нужен просматик? Купили, нужно мыло? Купили. Пожалуйста. Вся косметика, все средства личной гигиены, вообще все товары просто действительно высочайшего качества. У нас бизнес официальный и легальный. Мы делаем отчисления в налоги, мы делаем отчисления в пенсионный фонд. Нам считается трудовой стаж, потому что мы все являемся, когда мы уже подписываем договор с компанией, мы являемся на выплату денежного вознаграждения, мы все являемся предпринимателями, частными, индивидуальными предпринимателями. Мы легальны и законны, потому что мы платим налоги, мы платим пенсионный взнос или там соцвзнос, так называемый, там Россия, Украина по-разному немножко, но смысл один и тот же. Естественно, считается трудовой стаж, потому что если мы с вами предприниматели, то, конечно же, если мы платим налог этот пенсионный, то, естественно, что нам это все фиксируется. Понятно. То есть и на свою пенсию ту социальную вы, конечно же, заработаете, безусловно. Конечно. У нас 17 зарплат в году. Не люблю слово зарплаты, люблю приходы, конечно, доходы. Но пусть будет зарплата, может быть, так понятнее. 17 зарплат в году плюс премия. 17 зарплат, у нас 17 каталогов. Каждый 21 день каталог закрывается и на следующей неделе нам выплачивается за отработанный каталог наше вознаграждение. То, как мы заработали и наработали. Это здорово. Сколько обычно зарплат в году? 12. 13-й, наверное, уже не бывает, правда? Скорее всего, раньше была. Сейчас 12 зарплат в году, ну хорошо, если они вообще все 12 будут. У некоторых и 12-й не бывает, правда? Кому-то еще и не выплачивают, я так понимаю. Есть такие предприятия, увы, они существуют. Вы знаете, я буквально вчера смотрела, вот, ребят, честно, стоят люди, там и парень была, и женщина, может быть, моего возраста, может, старше, младше, не рассматривала сильно. Ребят, человек ходит, вот ребята ходят, раздают эти флайера, листовки рекламные, там какой-то финансовой, какой-то там компании, не помню. Раздают листовки, она целый день ходит для того, чтобы заработать там своих, сколько-то там, не знаю, 10-20 долларов, понимаете? Там эти упаковки, этих листовок, я знаю, что они еще выкидывают в эту вурну. Вот, там потом можно пресс найти. Ребят, зачем так работать? Это что, нормальная работа? Это нормальные деньги? Нет, конечно. Про доход я сказала, доход идет каждые 3 недели. Куда начисляется доход? Доход начисляется на ваш расчетный счет, который вы откроете в банке, который вы сами выберете, да? Естественно, что компания нас поощряет, и мы участвуем в банкетах директоров. Это феерические, на самом деле, мероприятия. И кому интересно, кто уже зарегистрирован или нет, вот можете зайти на странички наших, ну просто вот даже Черну наберите, кто не знает, кого набрать, просто наберите Черну, да? Анна Черна в интернете. И вы увидите фотографии с мегамероприятий, с мегабанкетов. Путешествия, действительно, за рубеж, за счет компании. Ну какой работодатель такое вам даст? Путешествия за счет компании. И напомню, для тех, кто еще не знает, бизнес наш реально передается по наследству, согласно наследственному праву вашей страны, безусловно. Вот на такой, в данном случае-то я показала свой скрин такой небольшой банкинга. Это мой банкинг, в данном случае, те, кто Украина, у кого есть уже банкинг, у Курсип, они знают, что это такое. Это вот мой кабинет, ну закрытый, конечно, в данном случае, кабинет банка. Вот сюда, это мой онлайн кабинет, я сюда захожу, вот эти скрины, там, где вы видели с доходами, это именно отсюда. Я захожу под своими логинами, паролями, там мой расчетный счет предпринимателя, я туда захожу, и вот туда приходят мои деньги, на мой расчетный счет предпринимателя, который я открыла в банке, который сама для себя выбрала. Какого захотите вы открыть, это ваше личное право, пожалуйста, открывайте, как он вам нравится, как он вам удобно и комфортно. Почему в нашем проекте, почему наш проект, да? Да потому что все очень просто, на самом деле у нас потрясающая командная помощь и поддержка. На самом деле мы выполняем, на самом деле все очень простые действия, мы повторяем действия друг друга. Покупать это сложно, сделать покупку через интернет? Нет. Повторить действия своего спонсора это сложно? Нет. Дойти до определенного уровня это сложно? Нет. Повторить эти шаги еще несколько раз, это сложно? Нет. Всему этому вас все равно научат, потому что у нас проходит постоянное ежедневное обучение. У нас система работы отлаженная, у нас есть составляющие, три кита, о которых я говорила выше, да, и одно без другого не работает. У нас действительно потрясающая поддержка, у нас специфическая структура построения, это дает быстрый рост и, конечно, дает высокие доходы. И опять-таки командная помощь, и вот такой круговорот экспресс-карьеры в нашем проекте. Постоянно, постоянно и регулярно на самом деле. Друзья мои, ну что я потеряла в проекте, лично я, да, что случилось со мной, когда я зарегистрировалась в этом проекте и стала работать в нем и жить вместе с этим проектом. Я с ним ложусь, я с ним стою, мне снятся сны о работе, о проекте, да, о моей команде. Кого-то я ругаю, кого-то я хвалю, просто я живу этим проектом. Что я потеряла? Ну вот как минимум вот это вот. Будильник с утра я потеряла. Единственное, что действительно ставлю, когда провожу вебинары, я ставлю будильник, ну даже такие, когда не провожу вебинары, я тоже ставлю будильник, чтобы не рассыпаться долго. Я такой человек, который, я сова на самом деле, я очень люблю поспать, я ненавижу вставать с утра. Вот это у меня рефлекс, наверное, еще, ну может быть не садика, не школы, но, наверное, рефлекс моей, когда, когда была работа, когда нужно было выходить, вот, наверное, даже с бизнеса последнего, потому что нужно было вставать по-любому и идти. Хочешь, не хочешь, надо, это твой бизнес, вставай и иди. Я сейчас все равно будильник ставлю, но уже не в таком ракурсе, да. Мне не нужно бежать там с нами о голову и пахать на мизере, ни в коем случае. Что я потеряла? Я потеряла плохое настроение. У меня его нет. Ребят, я счастлива, потому что я когда вспомню, когда проекта я жила, ребят, с такими мыслями, мне такие сны снились. У меня, знаете, вот, знаете, я как человек тень была, я всего боялась, я боялась каждого звонка, вот мой супруг, который здесь сейчас, он не даст соврать, потому что я дергалась на каждый звонок телефона, на каждый звонок в дверь, вообще от всего дергалась. Мне было, мне было страшно от дебиторов, от всего, понимаешь, от кредиторов, от всего мне было страшно, просто страх и ужас. Вот, я потеряла все эти тревожные мысли на самом деле. Я потеряла, ребят, я потеряла эту дурацкую хроническую усталость, когда, знаете, как зомби, прешься на работу, да, хоть и твой бизнес, ты понимаешь, что уже перспективы, нету развития, что ты понимаешь, что ты просто как лошадь уже вытягиваешь это, а все равно вот отдачи-то и нету, потому что, ну, мы же работаем, чтобы как бы зарабатывать деньги, чтобы хорошо отдыхать и хорошо жить, правильно? А получалось, что я работаю только ради денег, а не ради того, чтобы жить хорошо. Никогда не работать я ради денег. Так неправильно жить. Мы, знаете, живем для того, чтобы работать. Это мне неправильно на самом деле. Я потеряла этот пресловутый статус лузера, друзья мои. Вот статус лузера для меня был таким, знаете, такой ключевой точкой. Знаете, почему? Потому что, вот знаете, я знаю, что я умная, красивая, молодая, что у меня какой-то опыт за плечами, за спиной, что я многое могу. Я могу организовывать, я могу работать. Я знаю, что я сумасшедший трудоголик. Вот если я болею делом, если я живу, я сумасшедший трудоголик. И я никогда не буду ничего делать, если это мне не нужно, это не мое. Вот, ну, такой я человек, да. И я просто, и когда вот, я, знаете, как было обидно, когда ты знаешь, что ты вот классный, классный во всех отношениях, умный, молодой, красивый, с опытом и талантливый. А у тебя ничего не получается, вообще ничего не получается, ты никому не нужен, от тебя все отвернулись. Знаете, единственные люди, которые к нам повернулись лицом, а не попой, это наши родители. Это единственные люди, которые нам помогали. А еще для меня очень дорогие слова моего сына, который, когда там нам сказал, я была удивлена, что он это, что он это вообще видел все, оказывается. Ребята, ваши дети все на самом деле видят и знают, они все видят и знают, как вы живете, что у вас происходит, они знают абсолютно все. Мой ребенок сказал, мам, я вам с отцом удивляюсь, говорит, вы, говорит, идете, идете, говорит, потом где-то падаете, говорит, разбиваете коленки в кровь, а потом все равно встаете и продолжаете идти дальше. Для меня это была высшая награда на самом деле. Поэтому ваши дети, они все видят на самом деле, они видят, как вы живете, они видят, что происходит, они видят, они чувствуют вашу энергию. Вы никогда их не сможете обмануть. Так вот, действительно, я потеряла статус этого лузера, когда ты никому не нужный, просто никому не нужен. Я потеряла безысходность. Безысходность, когда ты, знаешь, как ежик в тумане идешь и пытаешься там найти, ну что же, чем же заняться, как же жить дальше, что, куда свою семью. Мне было страшно подумать, что может быть с моей семьей на самом деле. Что может быть с семьей, как. Вот сейчас я, правда, у меня сейчас забери проект, ребят. У меня вот только, вот знаете, как я проверяю всегда, вот когда душа и разум должны быть в единстве. Если поем, то душа и разум будут в единстве. Ну для этого нужно сначала разобраться немножко, да, понять, что вот если у меня, вот знаете, я любую вещь беру и даже вот если к проекту отвезти. Вот если у меня представить, что у меня забрали проект, ребят, я просто, у меня все рыдать внутри начинает. Вот настолько рыдать начинает, потому что это моя жизнь, это все мое, понимаете, я не могу без этого. Я даже если не работаю, у меня все равно компьютер включен, потому что я все равно подсматриваю, может у кого-то вопросик, может что-то помочь нужно. Вот там, ну я тоже человек, мне нужно там на улицу, мне нужно там куда-то сходить, сбегать. Но все равно компьютер почти всегда включен, я его почти никогда не выключаю. Это потрясающе. Я потеряла безденежные, ребят, доходы вы видели? Это реальные доходы, реальные доходы, которые платит компания. Потому что компания, она нас готова на руках носить на самом деле. Просто носить на руках, потому что мы делаем для нее товарооборот, мы ей помогаем. Но мы не только помогаем ей делать товарооборот, знаете, что мы делаем для компании? Что? Мы для компании, ребят, выращиваем управленцев, управленцев, директоров с приличными доходами. Мы не просто здесь организовываем людей. Вот те люди, которые уже работают, мы выращиваем для компании настоящих управленцев. Компания очень мудро поступила. Мы выращиваем для нее лидеров, директоров. И знаете, это очень здорово. Я лично с гордостью, я горжусь тем, что я работаю в компании Арифлейм. И ради таких доходов, смотри, когда у тебя счастливые глаза твоего супруга, когда в них нет вот этой пуски и безнадежности, твоих детей, когда ты можешь покупать себе классные вещи. Вот это все, это просто очень, это не может не радовать, понимаете, просто не может. Что мне дал проект? Что он мне дал? И почему я здесь остаюсь и буду оставаться? Никакие конкуренты ничего обратного не докажут, или какие-то люди, которые с тараганами в голове, которые сели, да, все это лохотрон, да, можете говорить что угодно. Если в вашей голове лохотрон, я вас поздравляю. А я просто вижу реалии свои, потому что я так мыслила. А кто как мыслит, то так и живет. И я так мыслила. Что мне дал проект финансовую независимость в моей семье? Ребят, прощайте кредиты. Это вообще великолепная, потрясающая вещь. А еще знаете, когда я читаю наши директорские чаты, когда я вижу, как девочки пишут, ура, мы купили квартиру без кредита в нашем городе. Я просто, знаете, я вот радуюсь, я понимаю, что такое кредиты. Или там купили машину без кредита. Я просто знаю, что такое кредиты. И как это все, когда тебе приходят коллекторы, когда эти исполнители, и так далее, приставы, и все остальное. Это полный пипец. Мозг вообще не работает. Мозг не работает, хочется просто взять, извините, снова повеситься. Просто повеситься. Потому что ты не знаешь, где брать эти гребаные деньги. И ты не понимаешь, как найти выход из ситуации. Просто не понимаешь. У тебя мозг отключается. Если делайте, что хотите, забирайте, и все называется. Это страшно на самом деле, когда человек становится, понимаете, он становится невменяемым. И все ради чего? Ради этих денег, да? Зачем так? Что у меня теперь есть? У меня есть путешествия. Ребят, я счастливый человек. Вот чего я хотела, то у меня стало. Ребята, я вот в моем бизнесе, я любила тот мой бизнес, да, безусловно, потому что это мое дело, я ему отдавалась. Но меня очень напрягало, что я все равно должна возвращаться на офис. Вот я уехала в Турцию, я должна вернуться на офис. Я уехала в Египет, я все равно должна вернуться в этот же город на офис. Я все равно должна вернуться, понимаете? Все равно. А здесь, вот мне теперь точно все равно, пожалуйста, я беру свой вот этот маленький черный чемоданчик, который называется ноутбук, и в нем вся моя работа, весь мой бизнес, моя жизнь, мой стиль жизни, вот в этом черном чемоданчике. Я его беру, складываю свой порфирчик вместе со своими талмутами, потому что у меня там еще какие-то мои пароли, логины, какие-то бумажечки мои, которые мне всегда очень нужны. Мой стол, который, знаете, в таком рабочем беспорядке, его никто не трогает, к нему никто не подходит, потому что знает, что я работаю. Вот. Я складываю этот чемоданчик, и все. Море? Пожалуйста. Пожалуйста, море. Пальмы? Пожалуйста. Дача? Пожалуйста. Что мне нужно? Мне нужно электричество, интернет, все. Весь офис, весь бизнес, вся моя команда, все мои партнеры дорогие, все у меня со мной рядышком. И это здорово на самом деле. Друзья мои, у меня, знаете, да, до проекта, вот знаете, у меня была такая мысль какая-то, не знаю, вот мне так хотелось, не очень хотелось, я тогда еще не знала ничего о проекте, мне очень хотелось много друзей. Вот я хотела много друзей в разных городах и странах. Вот у меня такое желание было. Я с супругой говорила, слушай, я так хочу, чтобы люди какие-то, о которых я не знаю, но чтобы я с ними познакомила, чтобы это были мои друзья, чтобы они жили в разных странах, в разных городах. Ребят, я даже поверить не могла и представить себе, каким образом это может случиться. Вообще не могла себе представить. Просто даже, просто не могла представить, как это так. Понимаете? И теперь у меня, пожалуйста, у меня новые друзья, которые доселе я никогда не знала, но это теперь мои друзья в разных городах и странах. Я могу поехать, я теперь даже на Кипр уже могу поехать, пожалуйста, меня точно примут. Я могу поехать в Россию, в любой город практически до Владивостока, я могу в Украине в любом городе. Ребят, это потрясающе. В Казахстан могу поехать. Это мои новые друзья. И я даже не представляю, как я вообще без них жила все это время, честно. Я просто не представляю. Это лучшие партнеры в моей жизни. Это лучшие партнеры, потому что в нашем бизнесе, извините меня, в спину не ударят. Это в реале могут ударить в спину. В обычном бизнесе могут ударить в спину. А это, поверьте, очень больно. А когда еще и бьют близкие партнеры, это вообще почти смертельно. Просто когда нож между лопаток торчит в бизнесе. Это очень больно. Мы с супругом это хорошо очень знаем. А здесь твои партнеры, они просто для тебя во благо. Ты для них, они для тебя. Понимаете, вот такая симбиоз отдачи энергии друг другу. И это потрясающе. Это просто потрясающе. Вот чем лучше им, тем лучше тебе. Ты им помог больше, и они тебе больше. Вот это, знаете, потрясающий круговорот энергии, который все время нарастет по нарастающей. Меня потрясает, меня удивляет. Я не перестаю восхищаться проектом реально. Я готова о нем говорить, наверное, часами, днями и как угодно. Ну, вот какие-то моменты, которые я хотела. Я уже видела эти снимки. Не все я делаю, потому что я такой фотограф, знаете. У меня есть фотографии, посмотрела. Там такие чисто приватные дома. Нет, такое я не буду выкладывать. Есть у меня вот ремонт квартиры. Уже нету, я уже говорила, что нету уже этой стойки с правой стороны в коридоре. У меня уже там по-другому все. Вот так вот у меня везде косметика и парфюмерия и плакончики от Арифлеймстед. У меня сейчас, ну извините, я не буду фотографировать. Думаю, мне кажется, это не совсем прилично. У меня сейчас везет новые дорогие гардины, которые мы купили. Потрясающие на самом деле. Вот. Это очень красиво. Вот у меня там стоит мультиварка. У меня стоит. У меня набор посуды прекрасный. Но постараюсь в следующий раз еще. Вот я хотела красный набор посуды. Вот как Аня говорила, мне ее сейчас тащат на цвета. Вот если раньше мы делали, знаете, там бежевое и такое. Но бежевое все равно я люблю, потому что на бежевом можно хорошо делать. Вот здесь у меня искусство дизайнера, ребят. На бежевом хорошо можно делать, знаете, комбинации цветовые. Потому что у меня теперь, ребята, у меня теперь, вот супруг подтвердит, у меня стоит на кухне красная посуда теперь. У меня красные такие кастрюли, красные сковородки. И знаете, вот меня тащит от этого. Просто эстетика. Он, правда, еще не знает, что я купила новую кастрюлю, зеленую в виде яблока. Вот. Но мне просто нравится жить красиво, понимаете. Ну, нравится. Я хочу жить красиво. Мне, ну, вот, не знаю, мне комфортно. Я прихожу домой, чувствую себя вот королевой. Вот. Я отдыхаю. У меня и бизнес здесь, и все. Это потрясающе, конечно. Да, он еще не знает, что я эту кастрюлю притащу. Но я не могла удержаться. У меня вот такой великолепный набор. Моя любимая, ну, это моя любимая посуда, люминарки. Я ее очень люблю на самом деле. Вот. А у меня теперь еще есть вот именно вот эта зеленая, никакая другая. Я заказывала, кстати, через интернет эту посуду. У меня еще есть теперь тоже люминарк, но, ну, я же говорю, у меня поперла на цвета, у меня теперь есть посуда. Сейчас скажу. Желтые тарелки, оранжевые и синие у меня тарелки. Вот. Вот такие тарелки у меня теперь есть. Это я. 505 Наталья, это мой супруг там, не переживайте. Это все наши. Вот. У меня один компьютер у меня работает, а на втором компьютере в другом месте он сидит. Поэтому там может быть две такие заспаренные. Вот. Вот у меня оранжевая посуда, у меня там желтая, у меня синяя посуда. Еще вот это. Вот мне теперь просто тащит на вот эту яркость. Вот у меня ноутбук Lenovo. Вот я как раз с ним очень освещаю, потому что вот буквально с первых денег здесь, которые я заработала в компании, я купила себе именно классный такой, мощный ноутбук Lenovo я купила. У меня, у меня, у меня, у меня дело в том, что у меня, Лена, не одна квартира, у меня их несколько. Вот. И я теперь думаю, как это все доводить до ума. Но сначала работа, а потом все остальное. Вот. Ну, как бы есть чем заниматься на самом деле. Вот. Не сначала работа, я просто хочу, я, я хочу большего. Я, вот старше золотой есть, я буду идти дальше. И брилл это мало, и сапфир это мало, я буду идти дальше, дальше. А чем я буду заниматься, если мне не будет этого проекта, ребят? Чем я буду заниматься? На рынке торговать селедкой? Да не хочу я, вы что? Если хорошую жизнь вкусила, от нее потом не откажешься. Я это точно знаю по себе. Нет, я даже, даже об этом речи нету. Вы что? Для меня были дороги слова Анны Черна, когда она недавно написала в чате, она говорит, потому что в нашем проекте люди, которые можно доверять как самим себе. Ребят, для меня это слова очень дорогие, очень дорогие. Это ценнее всех званий и всех денег. Люди, которым можно доверять как самой себе. Для меня это дорогие слова, реально. Вот. Ну, такие вот покупки ноутбук Ленова, с которого я сейчас и вещаю, снова богу, работает, фу, фу, и все хорошо. Обувь, извините, уже устарела. Это была лития коллекция. Это новая, как бы, есть немножко, но, ну, как бы, у меня прошлогодняя есть. Я купила там себе модные педали, но не буду как-то показывать уже. Что-то как-то нескромно, мне кажется. Вот этот набор красный, ну, это вы все знаете, это Алифлеймовский набор. Он у меня в полном комплекте. Его очень люблю, дорожный, обожаю, да. Единственное, только под мой компьютер вот эта сумка не подходит. Она под диагональю чуть поменьше. У меня диагональ большая. Вот. Вот такое меховое манту, которое я себе покупала. Уже немножко скоро я это одену. Но это вот фотография, что-то не очень удачная она получилась. Вот это, это не реклама, нет. Это реально, вот я немножко завуалировала, но это реальные деньги. Это реальные деньги, это абсолютно честно и правдиво. Это деньги, которые с нашего дохода, с нашего прихода. Вот это то, что говорила, десятина наша. Помните? То есть я не все показала, я такую часть взяла. Просто вот мы, когда приходят доходы, наши приходы, мы делаем такую десятину. У нас есть такая, как я называю, кубышечка. У меня такая есть. Вот. И вот мы откладываем эту десятину. Но все это компания Арифлейм и работа в проекте Экспресс Карьера. Это все отсюда, это все только здесь. Естественно, что все сумки, все аксессуары, все шарфики, все зонтики, гольфики, все это у меня только из компании Арифлейм. И никак по-другому. Более того, у меня из компании Арифлейм не только сумочки, зонтики и какие-то другие средства, у меня еще из компании Арифлейм. Котлета, борщ, у меня окрошка, у меня все от компании Арифлейм. Это все от компании Арифлейм. Вот такие вот значки я специально забрала в Украине. Их, к сожалению, не выдавали, поэтому я их забирала в России сама лично. Да, десятину откладывайте. Это очень хорошо и это очень удобно всегда. Те, кто уже получает и будет получать, не забывайте. Десятина святое. Всегда откладывайте. Вот я их по России, да, Наташа, я их тоже по России забрала, потому что я залезла на свой международный этот номер и начала думать, дай-ка я проверю. Раз заказик смотрю, мои значки, думаю, дай-ка я была в России и забрала их. Вот заказала там себе водичку, взяла и забрала эти значки. Вот знаете, зачем я их забрала? Ну, потому что, во-первых, они мои, а во-вторых, вот пройдет время, а время пройдет, и меня мои внуки спросят, «Бабушка, а как ты стала миллиардершей?» Я должна буду их рассказать историю, показать какие-то наглядные вещи. Мой рост, мой путь успеха, как я росла. Я покажу, вот как меня компания поощряла, каким был мой путь. Я обязательно это им покажу. А вот то, что я говорила, да, пошагово. А вот то, что я говорила, что у меня не только косметика от Арифлейм или средства ухода, но и котлеты от Арифлейм и все остальное. Это тоже все от Арифлейм. Почему так? Потому что все, что мы покупаем, вещи или какие-то продукты, это все деньги Арифлейм. То есть то, что я зарабатываю, мне выплачивает компания за нами проделанную работу и в нашем проекте «Экспресс-карьера». Вот это наш шашлык. Вот как я с девчонками говорю, меня вот не было на связи, да, но у меня наутбук стоял, а супруг мой жарил вот эти замечательные шашлыки. Они были реально потрясающие. Мы купили шикарнейшую свинину, вот, и мы жарили эти шашлыки, вот мы купили только овощи и мясо, и больше ничего, и было у нас... А, просто водка была холодная, вот, и все. Ну, а детям там и напиток был. Вот, и все. И мы просто... Боже упасите, девчонки, я не кручу суши, что я сумасшедшая, столько времени на них тратить. Я зарабатываю здесь для того, чтобы мне их кто-то крутил, понимаете? Чтобы я пришла, и мне их поставили на стол. Зачем же я буду тратить столько времени на суши, когда я лишний раз здесь приглашу человека, это будет мой бриллиант, который станет успешным, и благодаря ему я тоже стану успешным. А я очень люблю суши, и каждый приход наш мы стараемся вот отмечать вот таким вот великолепием, и мы ходим вот в суши-бар, скажем так, в какой-то ресторанчик, и вот буквально завтра или послезавтра собираемся тоже пойти, пока вот погоды хорошие, еще открытые площадки, хотим именно вот на улице посидеть и просто понаслаждаться. Это мы так отмечаем, когда наши приходы приходят. Мы делаем все такие праздники. Я могу, в принципе, почти каждый день сейчас кушать, но тогда это не будет... Это будет обыденно и банально. А я хочу, чтобы это был праздник всегда. Вот, роллы, суши, вот это все, и все это мне очень нравится. Вот, а по поводу шашлыка, это я просто хотела показать, я девочкам показывала. У меня не было на связи, но тем не менее я работала. То есть тут мы жарим шашлык, режем мясо, да, а я в это время сижу и работаю. Это ли несчастье, да? Вот ты на отдыхе, а вот ты и работаешь одновременно. И как раз я помню, в тот день у меня было, по-моему, что-то около пяти новичков новых зарегистрировано. Здорово, здорово. Ну и, конечно, друзья мои, я не могу не похвастаться, наверное, моя любимая команда, извините, что слайд еще не обновлен до сих пор, потому что работы много, правда, не всегда успеваю. Вот они, любимые девчонки, без которых не было бы моего успеха, без которого бы не состоялось все. Да, понятно, что это и мой труд, что это и моя работа, безусловно, это моя цель, да, самодисциплина, ответственность. Но это моя любимая команда, которая есть, слава Богу, которая работает, которые потрясающие, которые великолепны, у которых я многому учусь. Вы знаете, я всегда говорю, что если, вот они как бы, как бы не все, но многие, да, как бы пришли на меня, ко мне, я с ними общалась, как бы это учила их. Но вот когда, знаете, высшее наслаждение, награда, что когда вот ученик превосходит своего учителя, это и есть высшая награда для учителя. Эти девочки сто процентов меня превзошли уже. Я сама у них учусь, и мне нравится у них учиться уже. И они потрясающие лидеры, они потрясающие, потрясающая команда на самом деле. И команда растет, их становится еще больше и больше. Это здорово и замечательно. Уже новые лидеры становятся. И без вот этих девочек это... Я не представляю, как бы я без них жила. Да, без них бы не было ни этих рол, ни этих суш, ни моего успеха. Это были бы другие люди. Да, возможно. Почему? Потому что я бы все равно работала. Но они у меня есть. Я счастлива, что у меня жизнь познакомилась с ними. Что они со мной, что они есть в моей структуре. Я их очень обожаю, очень люблю. И, конечно же, именно им желаю роста потрясающего успеха, вдохновения, творчества. И хочу каждого их видеть на самых высоких уровнях. Чтобы их потолок никогда не был низким, а только все время поднимался вверх. Они тянулись, как веточки росли. Как сакуры развивались и тянулись вверх. И еще я очень хочу сказать, вы знаете, что благодаря этому проекту, вот, есть у меня тут две девочки, которые вот в самом верху. Вот они, две красавицы, вот в красном. В красном это Юлечка Егорова, вот рядышком Вика Рябченко. Вот, знаете, наверное, это так на самом деле. Потому что я могу, наверное, полноправно сказать, что для их, теперь уже младшеньких деток, я являюсь, наверное, виртуальной крестной. Потому что эти девочки буквально вот недавно, летом, вот в июле месяце, у них у каждой родился по второму ребенку. Что, да, там девочка, там мальчик, вот. И я понимаю, что девчонки приняли решение родить еще одного ребенка только благодаря тому, что у них есть, знаете, база подспорья. У них есть проект экспресс-карьера. Потому что они понимают, что их жизнь меняется, и что они не останутся без работы, что у них не будет мизерных пособий и так далее, да. Вот, поэтому я немножечко приложила и свою руку, надеюсь. Я вот пусть немножко так себя хвалю, да, но, наверное, тоже хоть чуть-чуть напричастна. Но я очень рада, что у нас вот в нашем проекте рождаются, у нас семьи создаются новые, у нас детки рождаются новые. Это наши, наверное, явно будущие лидеры. Потому что я так что знаю, что эти девочки все, они будут работать в проекте экспресс-карьера. Спасибо, девчонки, я вас очень люблю. Растите мои красавицы дальше, выше и больше. Я вас всех очень люблю на самом деле. Вот такие наши доходы, которые выплачивает нам компания, если кто-то еще не знает, да. Вот они наши доходы. Я думаю, что нет, не нужно удивляться. На самом деле действительно так и есть. И компания все, что прописала по плану успеха, все это есть на самом деле. И все она выплачивает до последнего цента. И это проверено на собственном личном опыте. Поэтому определяйтесь, куда вы будете идти, к чему, каким доходам. Милости прошу. Есть куда расти, есть куда развиваться. И знаете, вот некоторые говорят, вот такая вот проза жизни, да, вот на обычной работе мы с этой прозой жизни сталкивались, ну, наверное, всегда и постоянно, и регулярно. Вот она проза жизни, да, из серии. Как сохранить свою работу? Вот, пожалуйста, вот это вот, извините за слово, подхалимство, подсиживание, лизоблюдство, это все мерзко на самом деле и неприятно на самом деле, правда же? Вот так вот люди продвигаются по карьерной лестнице в обычной жизни, на обычных каких-то службах, работах и так далее, да, толкнул одного в бок, другого, пятого, тот свалился. Ну, главное, что ты вышел. А ради чего все это? Ради какой-то мизерной копейки, ради того, чтобы быть ближе к начальству. А ведь тебе не к начальству нужно быть, ты же ради денег это все делаешь, да, банальных, мелких, но ты просто толкаешь спину другого человека. И вот действительно, это я нашла, кстати, в интернете. Кризис, время делать карьеру. Но самая интересная рекомендация была, как подсидеть коллегу и добиться повышения в кризис. Меня это просто повергло в шок, просто повергло в шок. Такая карьерная лестница меня не впечатляет. Эта лестница не успеха, а не успеха. Это пропасть, это деградация просто на самом деле. Это пошло на самом деле вот так вот расти и развиваться. Я просто не знаю, как такое можно даже предлагать. Вот, вот это лестница успеха. Настоящая лестница успеха. Красивая, разноцветная, радужная. В которой действительно рождаются новые лидеры. В которой есть куда развиваться. Ты пройди одну ступеньку, вторую, третью. Но нам есть куда расти. Выбирай свой уровень, свой доход. Что тебе больше нравится. Мне нравится то, что в этом бизнесе есть перспектива развития. Вот что здесь есть. Перспектива развития. И я счастлива. Мне реально хочется вот так вот стоять где-нибудь. Встать на перекрестке. И сказать, люди, ау, откройте свои не глаза и уши, а мозги. Откройте. Так же все просто. Вы же все равно покупаете это мыло, этот шампунь. Вы хоть с нами, хоть без нас его покупаете. Так что ж вам мешает зарабатывать. И когда мне люди говорят, что это не мое. Вот знаете, честно, у меня слов не находится. С одной стороны, я понимаю, мне такой человек команду не нужен. Я не буду никого уговаривать. Если человек адекватный, если он открыт информацией, он будет это читать. Я не поняла, что там происходит. Ну ладно. Он открыт информацией, он поймет, он докопается, он поинтересуется. Но уговаривать кого-то, честно, я не люблю тех, кого нужно уговаривать. Я не хочу таких людей, к примеру, иметь в своей команде. Я люблю работать на легкости, на радости, на позитиве, на новизне. Вот это интересно. А уговаривать? Ну подумайте сами, какой толк? Ну уговорите вы человека работать, да? Ты ему потратил на него столько времени, то за это время можно 500 найти людей. Просто 500 людей найти новых, адекватных и классных. Вот и все. И вот действительно, наша цель помочь всем желающим зарабатывать деньги через интернет. Абсолютно всем, потому что миссия проекта очень благородна. Наш проект, только помогая заработать другим, заработаешь сам. Наш проект, он социально значим. И действительно, вот этот лидер точно знает. Извиня, Анечка, если ты здесь, я не сменила твою топ-позицию. Прости, пожалуйста. Я исправлю свою ошибку, я только сейчас увидела. Вот. Вот. Потому что этот человек точно знает, как быстро расти, да? И наши лидеры, которые вот на его бинарах рассказали, они точно знают, как расти. Мы можем и хотим вас научить. Потому что так бизнес реально поднимает людей с колен. Это не высокопарные слова. Нет. Это реально. Да, сетевой маркетинг это не панацея. Не панацея. Но это возможность ей нужна и можно воспользоваться на самом деле. Возможности. Не отказывайтесь никогда на возможности. Чем больше вы на возможности говорите да, 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 тем больше возможностей приходит в вашу жизнь. И если вы начинаете отрицать и отталкивать эти все предложения возможностей, поверьте, рано или поздно эти возможности закроются и останется только одна, последняя возможность. Не всегда самая хорошая. Имейте в виду. И я знаю еще один такой маленький секрет, что этот проект приходит в жизнь только тех людей, кто в своей жизни сделал что-то хорошее. И я счастлива, что, значит, я часть своей жизни прожила точно не зря и в своей жизни сделала что-то хорошее, раз этот проект пришел мне в мою жизнь. Потому что без него я не представляю. Ни мой муж, ни моя семья, ни я. Мы не представляем. Вот они наши поездки на, извините, тоже в садик уже. Вот она недавно была золотая конференция. Вот сейчас девчонки едут у нас отдыхать в Египет, да, на пляжике жарить пузико свое. Потому что они заработали. Компания за свой счет это везет. Вот они подарки от компании. Это просто натюкали в одноклассниках, натюкали на компьютере. Сиди себе дома. Детки у тебя, досиди тюкай. Что там у тебя, физические какие-то недостатки, инвалидность. Досиди тюкай, ради бога. Голова что у тебя здоровая, мозги-то варят. Досиди тюкай. Выход есть всегда. Кто спешит, может выйти уже. Выход есть всегда. Я хотела сейчас уложиться, но видно эмоций очень много, потому что хотела много всего рассказать. Вот они подарки от компании. Это не просто подарки, это премии от компании. Вы закрыли уровень директора, пожалуйста, получите 1000 долларов. Закрыли старшего 1500. Где вам такие премии? На какой работе вам будут платить такие премии? Много ли кому платили такие премии на ваших работах? Вам ваш шеф заплатил такие премии? Я сомневаюсь. Скажу честно, я, будучи работодателем в своей фирме, честно, я не платила таких премий. Я не платила. Какие-то премии были, но даже не 1000 долларов. Нет, нет, не платили. А компания нам платит для чего? Для того, чтобы мы свой уровень жизни повышали, чтобы увидели другой красивый мир и чтобы мотивировали других людей на такую же красоту. Все могут жить достойно. Есть такая возможность. Есть такая возможность, только нужно ей воспользоваться. Вот они подарки раз в год. Выходишь на золотого директора, пожалуйста, раз в год. Выходишь на бриллиантового два раза в год. Все это за счет компании. Да еще и до этого можно путешествовать, конечно же. Подарки от компании, там банкеты. Какие шикарные банкеты. Я только что смотрела. Девочки, напомните, лидеры, кто... Казахстан у нас был. Господи, какие... Какой шикарный банкет. Какие шикарные платья у девчонок. Какой зал. Это королева. Ну, каждая же девочка мечтала быть королевой. Принцессой, как минимум, из сказки. Ну, вспомните, вы же... А, Леночка Туганова, спасибо, точно. Лена Туганова в Казахстане. Это такой какой-то палат сумасшедший. Это так красиво. Это все блестит. Это так сверкает. Лена такая в этом каком-то нежном белом вечернем платье. Это вообще потрясающе просто. Ну, девочки, вы же все мечтали в детстве быть принцессами. Ну, вы хотя бы куколок-то точно наряжали. Ну, правда же? Ну, не все же девочки машинками игрались. Ну, я игралась, ну, и куколок... Мне же тоже хотелось быть... Ну, хотя бы... Хотела быть красивой или хотела быть актрисой. Было же такое? Было. Вот. И вот с компанией это возможно. В работе с нашим проектом это возможно. Открываются такие перспективы, такие горизонты. Расширяйте ваши горизонты. Не делайте ваши потолки, извините за слово, низкими. Я мечтала. И здесь наши королевские желания сбываются. Это круто. Скажите, ребята, у вас есть талант написать вот такую книгу, бестселлер, как Гарри Поттер? У вас есть такой талант? Скорее всего, нету. Ну, чтобы вот такие многотомники вышли. Ну, нету? Нету. А деньги, чтобы начать свое дело открыть, есть? Ну, хотя бы штука долларов, чтобы открыть ваше свое дело. Я уже не говорю о 10 тысяч, потому что штука это вообще нечего открывать на самом деле. Ну, нету. Зато сейчас у вас есть уникальная возможность, уникальная стать обеспеченным человеком. Как я, как другие директора, я еще буду наращивать свою обеспеченность. Это однозначно. Но уникальнейшая возможность, потрясающая возможность, не вкладывая ничего, вложите только ваше время, душу, энергию, вложите. Обычная покупка мыла, брасматика может в корне изменить вашу жизнь, на 100% повернуть. В пользу какого мыла, или брасматика, или шампуня вы сделаете выбор, решать только вам. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Выбор только за вами. И, знаете, если я кого-то еще не тронула до сих пор чем-то, может быть, не дошли мои слова. Знаете что, если вы не думаете о себе, подумайте о детях. Подумайте о детях и не допускайте того, чтобы ваши дети стали нищими, для того, чтобы ваши дети просили у вас игрушку, для того, чтобы ваши дети растут. Сначала нужна просто маленькая машинка, а потом нужно учиться, обучать детей, а потом нужно женить и так далее, и так далее, и так далее. Если не думаете о себе, подумайте хотя бы о детях. Вы обязаны обеспечить детям, своим детям, их будущее. Это ваша святая родительская обязанность и по закону, и перед Богом на самом деле. Однозначно. Если каждый нормальный родитель это сделает, вот она, вот она моя Юля Егорова в чате, пожалуйста, вот она девочка моя, вот тот директор, который вот сыночка только что родила. Вот она доходы получает. И она знает, что ее дети будут обеспеченными. Однозначно. Вот так вот нужно идти к своим целям, к своим каким-то результатам. И кто-то говорит, что пока не увижу я, вот не поверю. А я вот тебе скажу, пока не поверишь, не увидишь, поверит твоей и будет тебе на самом деле. Поверит твоей и будет тебе. Потому что сначала формируются мысли, а потом формируется из мыслей уже реальность. Вот как себе смастеришь свои мысли, как свизуализируешь, как будешь крутить в голове свой кинопроектор о твоей обеспеченности, о твоих поездках, путешествиях и так далее. Вот так твоя жизнь и будешь. А будешь думать о том, что все дерьмо на самом деле, правительство скоты и подлецы, вот так и будешь жить. Так и будешь жить. И те, кто зарегистрировался в нашем проекте или те, кто собирается теперь уже зарегистрироваться, для вас подарок от нашего проекта, от ваших лидеров, в чьей структуре вы зарегистрируетесь, это сайт, наш фирменный сайт проекта. Подарок совершенно бесплатно всем новичкам, которые в нашем проекте участвуют. Вам нужно будет обратиться к вашему потом уже спонсору, лидеру, да, и выяснить, как его получить, и он вам все сделает. Это подарок от нашего проекта вам, для того, чтобы было проще, легче и удобнее работать. И от компании, для всех желающих, кто хочет, вы можете открывать свой онлайн-магазин прямо на сайте компании Арифлейм, если кто-то еще об этом не знает. Поэтому, друзья мои, я уже завершаю практически, ну вот, знаете, как говорят, а, все, Арифлейм уже не актуален, это было актуально 500 лет назад, тогда еще можно было. Ребят, вот даже у них есть свой бизнес, а ты сиди и рассказывай, что нужно было начинать раньше, что все начало до нас, без нас, что в наше время вообще невозможно сделать собственное дело. Нужно открывать мозг на возможность и принимать эту возможность, а не отказываться от нее. Потому что у нас есть силы, желание, терпение ходить годами на работу, 40 лет на работу, да, но нет терпения построить реальный бизнес, классный, сумасшедший, постоянно растущий бизнес, с пассивным доходом, с передачей по наследству за полгода-год. Ребят, я за 6 месяцев, за 6 месяцев работы сначала с нуля, за 6 месяцев подписала договор с компанией, за 6 месяцев, и уже сколько времени получаю деньги на свой расчетный счет. Да это потрясающе, да жить хочется от этого. Вот так вот, когда мне хочется жить, потому что я обожаю наш проект, я пишу вот такие стихи, иногда 4 раз тише, когда как наития придет, да. Я так люблю свою прекрасную работу, на улице идет и дождь, и снег, а мы в тепле вдвоем, я и компьютер, работаю как белый человек, я как белый человек работаю. Я когда рассказывала историю, когда меня, как меня тетя просто воодушевила, да, когда минус 20 на улице на рынке, она стоит в этих, в тулупе, в фартуке грязном, обрезанные перчатки, стоит на улице в минус 20 селедкой торгует, достает ее из рассола с этими красными обмороченными пальцами сардельками. Я на всю жизнь запомнила эту тетю, и я, у меня, знаете, страх всегда, только бы не стать торговкой селедкой на рынке, только бы не стать, понимаете, вот я вот так вот боюсь, я боюсь панически быть бедным, поэтому я делаю все, чтобы быть обеспеченным человеком, вот и все. Вот у меня есть такие, у меня тоже есть свои фобии, но они меня гонят в шею для того, чтобы я работала и делала. Никто не сделает вашу семью счастливым, никто, только вы сами. И не нужно жить прошлым веком родителей, да, век индустриальный, он уже закончился, сейчас информационный век, и кто владеет информацией, а работа настолько информационная, мы не занимаемся продажами, мы занимаемся подачей информации посредством интернет. И нужно думать о том, что есть такая возможность, понимать и делать это, вот и все, просто понимать и делать, вот она, я купила себе просто тушь, для себя любимая, не продавая никому ничего и никогда, за все время работы в проекте я не продавала ничего никому, дарить дарила, и меня за это очень любят. За то, что я просто прихожу в дом и дарю людям праздник, просто подарки. А я купила тушь и стала обеспеченной бизнес-леди на самом деле. Обеспеченным человеком я стала, и моя семья живет, слава богу, хорошо. Вот просто от домохозяйки до бизнес-леди, девчонки, услышьте меня, от просто женщины до леди совершенства. Выбивайтесь из сил не от походов по рынкам и хозяйственным ларькам, а от походов по самым дорогим магазинам и бутикам. Живите красиво, живите дорого, это вкусно жить дорого. Когда-то один знакомый сказал моему супругу, очень влиятельный человек в Украине, не буду называть его фамилии, он подошел к нему и сказал, знаешь что, живи дорого. И мы это приняли во внимание и стали жить дорого. Поэтому заниматься бизнесом, друзья, на собственных покупках, на товарах для женщин, для семьи, для дома, зарабатывать на этом все, это беспроигрышно. Беспроигрышно, это замечательно. И не стыдно, знаете, когда говорят, ой, не стыдно, мне неудобно, не стыдно сотрудничать с глобальной, всемирно известной компанией, не стыдно работать в проекте экспресс-карьера и зарабатывать достойные деньги и жить достойно. Стыдно быть нищим и обманывать самих себя. Стыдно, вот стыдно просто, вот ради мизерной зарплаты люди готовы ходить на работу годами, терпеть унижения начальства, искать работу по объявлениям готовы. Ходить на собеседование, работать с 8 до 20, без выходных, проходных, подсиживать коллег, да, ради теплого места, продвижения по карьерной лестнице и прибавки в там несколько десятков долларов. Готовы терпеть что угодно, вместо того, чтобы один раз подумать головой, разобраться в сути работы, воспользоваться потрясающей возможностью и за год круто изменить свою жизнь в лучшую сторону. Просто изменить кардинальным образом, кардинально изменить. И если у вас есть свои мечты, если вы действительно хотите изменить вашу жизнь, и у вас есть мечты жить по-другому, совершенно иной, другой, возможно пока еще для вас сказочной жизни, то я вам скажу, не меняйте свои мечты только потому, что вы не знаете, как их сделать реальностью. Вы этому научитесь вместе с проектом Экспресс-карьера. Мы готовы научить абсолютно любого и абсолютно каждого, кто открыт для нас, кто готов меняться сам. И я уже в принципе завершаю, кто хочет, может расходиться, я вам скажу, расскажу напоследок вот такой анекдот, кто еще его не слышал. Знаете, называется анекдот о возможностях. Может кто-то знает, может кто-то нет, но я его все равно расскажу. Знаете, встретились на полянке ежик и лось. И вот ежик так подбегает к лосю под задние лапы, там где у него мужское достоинство, скажем так, подбегает, и он такой смотрит на это достоинство, такой, ясненько. Отбегает опять в сторону на лужок, смотрит на лося, на его морду, говорит, непонятненько. Потом опять подбегает под задние лапы, смотрит ему там на достоинство, говорит, ясненько. Потом опять отбегает в сторону, смотрит на морду лося, на него все, говорит, непонятненько. Лось так повернулся, перестал жевать, говорит, слушай, ежик, что тебе ясненько, что тебе непонятненько? А ежик говорит, знаешь что, лось, вот скажи мне, как, как, имея такое достоинство, можно иметь такие разнообразные блага? Так вот и я говорю, как, имея такие возможности, работы через интернет, работы в проекте «Экспресс-карьера», с потрясающим маркетинг-планом компании, можно оставаться бедным и нищим, как? Вот такой мой сказ, вот такой мой анекдот о возможностях. И когда действительно ваши мечты будут сильнее ваших страхов, они начнут сбываться. Поломайте в себе страхи, поломайте тараканчик, тараканчики начнут сбываться. И вот это мое маленькое трехстишь, это тоже когда-то я написала, это был один большой стих, но я взяла только отрывок. Мечты сбываются, вы до сих пор не знали, вы просто не мечтали об ином. Научитесь мечтать, много, неприлично красиво научитесь мечтать. Я, кстати, мечтаю и об этом тоже, что каждый день 65 людей становится миллионерами. Эта мысль реально мне не дает покоя. Я вижу, как растут наши лидеры, эта мысль мне тоже не дает покоя. Я стремлюсь за ними и знаю, что я буду лучше их и впереди их. Это замечательно, мне будет гордиться моя команда, мои спорции, а я буду гордиться своими девчонками, потому что они станут еще лучше меня. Поэтому все, кто еще не в нашем проекте, меняйте свое мышление. Возможности для этого просто потрясающие. Спасибо, что были с нами, спасибо, что пришли на наш открытый вебинар. Я все, что хотела, рассказала, может быть, даже немножко больше. Но я думаю, что кому-то это действительно было полезно и кому-то это пригодилось.